Всем огромный привет! Я очень рада вас видеть! И сегодняшнее свое видео, как вы уже поняли из названия, я решила посвятить обзору на щетку для лица. Отчищаю щетку для лица. В данном случае у меня Мэри Кей. Тема, на самом деле, всевозможных щеток для лица очень-очень-очень популярна на YouTube. Но основная такая волна прошла. Сейчас еще не началась тема с клиник. Но об этом подробнее дальше расскажу. И если вам интересно, то желаю вам приятного просмотра. Оставайтесь со мной. Итак, значит, Мэри Кей. А почему Мэри Кей и так далее? На самом деле, все это началось достаточно давно. Еще зимой я увидела своего любимого человека. Вот такую вот щеточку Мэри Кей. И, честно говоря, я не скажу, что она меня заинтересовала прям сходу. Но я как-то увидела и увидела. Потом увидела там пару обзоров на YouTube на эти щетки. И как-то так, ну, вскользь сказала, что, ой, прикольно, надо бы потестить эту щеточку. И я уже забыла про то, что я хотела как-то потестить эту щеточку. И он мне привозит эту щетку в подарок. Ладно, я такая довольная. Ну, будем тестить. Все, поэтому как бы сразу говорю, щетка у меня привезена в подарок. Поэтому я, к сожалению, не могу вас как-то проконсультировать по стоимости. Но я думаю, это не проблема зайти на сайт. И ссылку я постараюсь вам как-то внизу под видео оформить. Вот. Что касается данной щетки. Значит, все это вот внутри выглядит вот так. Вот. То есть сама щеточка, вот сам этот блок. И две крутящихся вот этих вот насадки. Одна для обычной, грубо говоря, чистки для обычной кожи. И вторая более мягкая для чувствительной кожи. Вот. Ну, все это вы видели, все это вы знаете. Я, честно говоря, хотела бы в своем видео сконцентрироваться именно на моем мнении об этой щетке. Вот. Что хочу сказать. Я, в принципе, наверное, для своей кожи выбираю именно щеточку для более чувствительной кожи. И что еще хочу отметить. Я, наверное, для своей именно кожи, я считаю, что мне эта щетка не то, чтобы она противопоказана, но злоупотреблять ею не стоит. Объясню почему. Прежде всего, как признакомиться с этой щеткой, я выяснила, что моя кожа, к сожалению, склонна к куперозу. Вот. Ну, либо они, как, грубо говоря, я не замечала этого до общения, грубо говоря, с этим прибором. Либо, либо, точнее, они уже были, но я этого не замечала, а тут как бы более пристально начала рассматривать лицо и увидела. Либо они действительно именно от воздействия данного прибора и начались у меня. Ну, точнее, как, у меня, в принципе, кровеносные сосуды располагаются очень близко к коже. Вот. Поэтому, в принципе, тут двоякая ситуация. Либо одно, либо второе. Я не хочу утверждать, что именно от этой щетки у меня что-то там случилось. Вот. Второй аспект. Именно как такое вот еженедельное, скажем так, раз в неделю очищение распаренной кожи с помощью этой щетки. Мне нравится. Действительно, я довольна, мне нравится. Я чувствую, что кожа моя очищается. Вот. Но, с другой стороны, я тут столкнулась с таким мнением, что вот данная щетка, она крутится во время своей работы. Вот. И это плохо, говорят, например, производители щеток от Клерсоник и Клиник. Потому что Клерсоник и Клиник это щетка, которая работает на ультразвуковом принципе. В Мэри Кейк, к сожалению, нет ультразвукового принципа работы. Значит, она крутится во время своей работы, она растягивает кожу и там прочее, прочее, прочее. Я, честно говоря, человек, который понимает, что многие из, скажем так, слов сказанных в рекламных компаниях очень многих вещей, это как бы, грубо говоря, маркетинг и ничего более. Но, но, я считаю, что для адекватного сравнения, допустим, вот этой щетки и щетки, которая работает на ультразвуковом принципе, такой, как, допустим, Клиник тот же самый, вышедший недавно. Это нужно вот эти именно две щетки съедить и сравнивать. Как они работают, что она там выбивает, не выбивает из кожи, играя с помощью ультразвука. Это там крутится, не крутится, чистит, не чистит кожу. Это нужно именно две эти щетки сравнивать. И я, к сожалению, пока что не очень хочется купить щетку от Клиник. Я считаю, что, в принципе, из всех щеток у нее еще более-менее адекватная цена, по-моему, она стоит 6,5 тысяч, она дешевле, чем Клирисоник сейчас на данный момент. Но, так уж, поговорить со своей внутренней жабой, можно себе подарить на какой-то праздник эту щетку. Вот, но я пока думаю, я не уверена, что она мне нужна на 100%. У меня нет каких-то проблем диких с кожей, каких-то там страшных черных точек, которые видно за километр, чтобы я там бегала за этой щеткой по всему городу. Пока я не уверена. Вот. Но, что касается этой щетки, я, к сожалению, могу ее использовать каждый день. Я использовала ее каждый день на протяжении, наверное, недели. В принципе, мне понравилось каждый вечер ее использовать, но, наверное, для своей кожи я считаю, что это слишком травматично, слишком много механического воздействия. Вот. И у меня нет каких-то там серьезных проблем с кожей, с ее очищением, чтобы каждый день себя чистить вот такой вот щеткой. Ну, это, грубо говоря, вот мое мнение. Вот. Раз в неделю, да, я пользуюсь этой щеткой, мне нравится. Вот. Мне нравится именно эффект отшелушивания. Мне нравится то, что именно черные точки, они, в принципе, их меньше от вот именно этой щетки. Сверх, скажем так, такого в этой щетке нет. Вот. Но это мое такое заключение. Я, к сожалению, не сталкивалась с щетками пока, которые с ультразвуковым каким-то способом воздействия на кожу. Возможно, в них есть что-то сверхъестественное. Итак, подводя итоги моего такого достаточно сумбурного отзыва, я хочу сказать, что щетка в общем и целом мне нравится. Мне нравится эффект, который она дает. Но для каждого, для каждодневного использования, я считаю, что такое вот достаточно грубое механическое воздействие мне не подходит. Поэтому использую ее один раз в неделю. Ну, максимум два раза в неделю, когда я иду в ванну, когда моя кожа распарена, когда я могу себе позволить ее так отшлифовать, почистить хорошо. Кстати говоря, по поводу использования этой щетки со скрабами. Я использовала пару раз ее со скрабом от Clorance. Ничего страшного со мной не случилось. Но я считаю, что, наверное, со скрабом не очень имеет смысл использовать данную щетку. Потому что она сама по себе как такой вот хороший пилинг. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Наверное, мне нравится использовать эту щетку, потому что мне нужно не самой там рукой что-то натирать, а потому что я достаточно ленивый человек, и мне нравится, что что-то за меня выполняет машина. Вот и все. Лень, дикодель, прогресс. И поэтому мне, грубо говоря, нравится, что часть какой-то вот такой вот физической работы заменена. Далее. Я бы, наверное, не советовала использовать эту щетку людям, которых, так же, как у меня, сосуды близко расположены к поверхности кожи, без консультации специалиста. Без консультации косметолога, дерматолога или еще какого-либо специалиста, который занимается именно лицом, кожей на лице. Просто потому что, чтобы не было каких-то потом проблем, какого-то негативного опыта у вас. Вот. В общем и целом, мне она нравится. Скажем так, даже как плюс я хочу отметить, что я хочу попробовать какую-либо еще щетку. Вот. Просто даже для сравнения. Потому что, в принципе, продукт интересный. Имеет место быть. Я не считаю, что это какой-то там провал, она не нужна никому и так далее. Интересно. Мне интересно пользоваться ей. Мне она нравится. Она выполняет определенные функции. Она очищает кожу, анаплирует кожу. Это определенный пилинг. Массаж лица. Вот. Мне интересно попробовать ультразвуковую щетку. Но я пока не знаю, действительно ли там. Не знаю. Сколько она стоит. Шесть с половиной тысяч. Там на шесть с половиной тысяч нужно купить именно эту щетку. А не что-то другое полезное мне. Там. Не знаю. Что, девочки, может быть еще полезно. Платье. Сумочку. Сапоги. Ну, как бы это оставим такое лирическое отступление. Вот. Поэтому, если вам интересна эта щетка, если у вас нет противопоказаний, то да, я советую взять, посмотреть, попробовать. Если у вас куперос на лице, то задумайтесь, стоит ли вам использовать такую щетку. Может быть, вы какими-то фруктовыми пилингами обойдетесь и будет вам счастье в этой жизни. Вот. Благо, корейскую косметику у нас уже легко найти вполне и в интернет-магазинах, и в обычных магазинах. Все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, мой отзыв для вас будет полезен при выборе щетки. В данном случае даже щетки Мори Кей. Или вы все-таки решите, что вы не будете останавливаться на таком достаточно бюджетном аналоге. И сразу пойдете покупать клерисоник. Не будете тратить время даже. Либо же вы поймете из моего отзыва, что нет, щетки эти мне не нужны. Я как-то обойдусь и без них. В любом случае, я надеюсь, что какую-то полезную информацию я вам смогла нанести. И желаю вам отличной осени, хорошего настроения. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.